Следующим большим шагом, как я уже говорил, было моё построение топографического плана той территории исторического центра города Тумы на период возникновения города на этом месте. Дело в том, что в разных участках территории мощность культурных опустований совершенно разная. И основываясь на данных современной топографии, высотных данных в том числе, и данных мощности культурного слоя, а также прочих его характеристиках, например, обванённости этого культурного слоя, я создал топографический план на историческом центре современного города Тумы, в котором этот город появился в начале 16 века. И оказалось, что, например, Тульский Кремль оказался не в самой низине, а он располагается на самом высоком пойменном схолмлении, на левом берегу Упы, в этой части. С запада от него непосредственно проходят два врага, оба они сильно заболоченные. И один из этих врагов подходит городу непосредственно, фактически, на распоряжении непосредственно западу от Кремля. А второй описывал серпообразную дугу с запада. А немного восточнее, за ещё одним менее высоким пойменным схолмлением располагался ещё один враг. Этот, по которому тёк ручей Хомутовка. А по дошедшим до нас данным письменных источников, удалось установить название второго, более отдалённого, с западной стороны оврага, который, по всей видимости, назывался Ржавец. Таким образом, получилось, что Тульский Кремль был построен на пойменном схолмлении, которое было на 2 метра выше всей окружающей его территории. И непосредственно с севера к нему примыкала река Упа, а с востока и юго-востока и юго-запада, здесь практически как две руки перед Кремль охватывали два оврага. Таким образом, место расположения Тульского Кремля и этой крепости стало совершенно логичным и стало понятно, что в этом месте построение подобной крепости чрезвычайно актуально. После этого я совместил современный план города Тулы с планом Екатерининского времени, и у меня получилось достаточно чётко распределить не только территорию города, ну и городские кварталы всей части города на его современной территории, и попытаться уже проанализировать город и его развитие, и его план с этой точки зрения, сравнивая современное его состояние, современный план, план городской застройки XVIII века и топографическую ситуацию на начало XVI века. Кроме того, я пошёл ещё чуть дальше и попытался разобраться с тем, что же было здесь до XVI века. Потихоньку объём археологических исследований в историческом центре накапливался, но он не давал возможности сказать, что на этом месте существовал город ранее XVI века, хотя периодически в раскопках встречались культурные напростования более раннего времени. Как выяснилось, на территории исторического центра города удалось локализовать два памятника археологии эпохи раннего Железного века. Одно непосредственно располагалось на территории пойменных схормлений, на котором располагался Кремль, и соседнего пойменного схормления, где появился первый Тульский посад в начале XVI века, и второй памятник в Заречной части. Исходя из археологических исследований, я попытался локализовать территорию распространения культурных напомостований на XVI-XVII века, которая резко отличалась от культурного слоя, который стал формироваться уже начиная с конца XVII и XVIII веках. И таким образом у меня появилась еще одна возможность для реконструкции города на период XVI-XVIII веков. Так как город – это структура, скажем так, имеющая в своей основе владельческие, владельческие основы, то есть в Туле жили люди, которые владели каким-то своим домом, своей усадьбой. Эти усадьбы формировались в городские кварталы, между этими городскими кварталами проходили улицы. И по археологическим исследованиям всех древнерусских городов известно, что и усадьбы, а уж тем более улицы и кварталы носят чрезвычайно стационарный характер. И основываясь на этом предположении, я решил пойти по тому же принципу и из карты XVIII века вырезать те городские кварталы, которые попадают на культурные слои XVI-XVIII веков и совместить их с топографическим планом города, который я сделал на период возникновения города здесь в начале XVI века. А также постарался представить себе, как мог выглядеть город тогда целиком со всеми укреплениями, основываясь не на записках историков-краеведов, а на четко подтвержденных археологических данных и письменных источниках. И таким образом у меня сформировалось следующее понимание города, что, как я и сказал, Тульский Кремль находится на небольшом пригорке, по именному скормлению, на соседнем от него, по именному скормлению расположенному к востоку, располагается в Тульских посад. Тут очень даже любопытная вещь возникла. Оказалось, что городские кварталы, которые попали вот в эту часть города, имеют самые маленькие площади. Они резко отличаются от всех остальных городских кварталов, обозначенных на плане XVIII века. И самое интересное в том, что проведенные чуть позже достаточно масштабные археологические исследования на этом участке городского посада подтвердили мою правоту и даже позволили проследить развитие этих городских кварталов с начала XVI века и до 1834 года, до пожаров двух, в которых практически полностью сгорел наш город. Что касается укреплений в данный период времени, то выяснилось, что в этот период времени город Тома имел укрепление только с восточной стороны. И это также косвенно подтверждается и тем, что в XVI веке территория посада, то есть территория, которая находится внутри укреплений и располагалась только в этой части. А территория в западной части от Кремля посадом в тот период времени не называлась, а именовалась так же, как и части города в Заречье с Лободами. И только лишь в XVII веке, после реконструкции укреплений города Тула в 1635-37 годах, когда с западной стороны появилась еще одна линия укреплений, эта территория тоже превратилась в территорию посада. В принципе, определенное понимание, что же из себя мог представлять город Тула в XVI-XVII веках в этот период времени у меня появилось. Но, а где же располагался город до XVI века? Где же та самая черная кошка, которую нам нужно искать в этой темной комнате? Кроме планов, про которых я уже говорил, в XVIII веке города Тула до нас дошло еще некоторое количество, скажем так, изображений города Тула от более раннего времени, от XVII века. Вот, например, один из фрагментов плана с изображением непосредственно города Тумы. Здесь видите, как, скажем так, весьма схематично изображен город Тумы, то есть непосредственно сам Кремль. насколько условно это изображение. Но хотя бы мы точно можем сказать, что город Тула располагали именно на том месте, напротив, на противоположном берегу реки Упы, напротив впадения в нее реки Тулицы, план которой здесь и показан, часть, фрагмент этого плана. Вверх по речке Тулицы, на современном его притоке, который именуется Синяя Тулица, располагается очень мощный городской центр, целый огромный комплекс памятников археологии с центром на городище у деревни Торхова и большим количеством посадов вокруг данного городища. Известно, что эта территория, территория практически значительной части бассейна реки Тулицы, в том числе Синяя Тулица, в 16-17 веках относилась к Стану так называемому старое городище. Сейчас, одну минуточку. И даже возникшие в районе деревни Торхова в 30-х годах 17-го века первые российские железноделательные заводы именовались именовались даже в то время либо старогородищенскими, либо старотульскими заводами. На самом деле здесь очень большой комплекс доказательств, непрямых, косвенных доказательств о том, что древняя Тула располагалась непосредственно здесь. Один из них, например, то, что в тот период времени до середины где-то 18-го века несколько по-другому назывались речки. Так, например, речкой Тулицей называлась современная верховья речки Тулицы до современного слияния с речкой Синей Тулицей. А речка Синей Тулица и дальше речка современная речка Тулицы до впадения в реку Упу они именовались речкой Туллой. Вернее, да, это речкой Туллой. Вот речка Тулицы современная, вернее, я оговорился, ошибся, это называлось речкой Туллой. А речкой Тулицы именовался ручей современный ручей Галидешка, который впадает непосредственно в современную речку Синей Тулицу под Торховским городищем. Таким образом получается, что Торховское городище располагалось на слиянии речки Туллы и Тулицы. исследования, проводившиеся на этом комплексе памятников, в том числе и на городище, показали, что этот город существовал в конце XIII-XV и закончил свое существование по всей видимости в самом-самом начале XVI века. Очень хорошие материалы были получены нами при раскопках малого вала Торховского городища. Здесь вы видите его разрезы, стратеграфические разрезы. В том числе, что такое эти валы? Это остатки древних укреплений. Нам удалось проследить на период конца XIV-XV и до начала XVI века по порядку четыре уровня укреплений. И самые поздние укрепления, от которых сохранилась только лишь каменная вымостка на самой верхушке вала Торховского городища, эти укрепления относились как раз к самому началу XVI века. Что скорее всего очень четко коррелируется с тем, что письменным упоминанием 1507 года, когда говорится о построении деревянного города на Туле. Скорее всего эти укрепления были построены пришедшими сюда войсками Московского государства, которое стало захватывать эту территорию и присоединило эту территорию к части непосредственно уже к московскому государству в самом начале XVI века. Более ранние сооружения, остатки которых нами были прослежены, относятся к периоду XV и самый первый, скорее всего, к началу, концу XIV века. Время века. Время Время